Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 745. События дня. Псалом 3.3. Многие говорят, душа моя, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мной, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Исайя 51.6. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз. Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обещает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет. 1 Фессионокисон 2.16. Это эпиграф к стихотворению. Которая препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Вот кто мешает. Под разными предлогами. Ты нельзя, там, Мерянинову нельзя. Ну, то есть, все, что угодно. Говорят. На них приближается гнев. Вот и все. И вот я почему эпиграф взял такой. Ну, не один стих. Многие говорят, душа моя, нет ему спасения в Боге. Понимаете? А какое обоснование у него? Да никакого. Никакого. Сегодня вот везде только о причастии речи. Спасение – это причастие. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. Никакого намека на это нет. А наоборот. Чаще – значит, не готов ты будешь чаще. Гостей встречать, сказали бы, безукоризненно должен быть одетый. Только после бани, там, на душице. А когда придут, ты не знаешь. Но если каждый день делать и считать всех за гостей, то и работать некогда. То есть хорошее указание, но с чем это кончится? Подумать страшно. Столько лет душили, тушили и казнили Слово Божье. Ломыв колеса, несучки и шпильки, у благовестников рот разрывали вожжи. Святая инквизиция, святейший лжесенот, монахи рьяные полумблатные аввы, едва приметивши, валили полный сноб, топтали в ярости и сыпали отраву. Непроходимые и в средние века глухая злоба, ненависть к писанию. Ломали ребра, жарили бока, на дыбе, на жаровнях, а служщика плясали. Веками Библию держали в казематах. Не переводили на языки народов. Заплечных мастер дел куражился лохматый, наследственные упыри уроды. Не приведи, Господь, чтоб дни мои те повторились. Египетская ночь сковала совесть нашу. Бубнящие и темные в потьмах заполнят клерос. Широким рукавом незримый батька машет. Нетрезвый. Свет откровения, послания Иеговы в громах и молниях не сходят к Моисею. К Нагорной проповеди путь готовит ровный, самим готовится к евангельским посевам. В библейском обществе не все одни масоны, но есть же искренние труженики света. От перевода точного до возродятся сонмы, да живут привычные скелеты. Я обнимаю Библию и нежно прижимаю к кормилицей и нянькой на реку. Не буква мертвая, а наставница живая. В нее войти, как в мудрости реку. И в русском при небесном переводе у сладу миллионы обрели. На облака не смотрим при любой погоде. Из океана мудрости на нас идет прилив. 5 января 2006 года. Премудрость Соломона 7.28. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Серахов 2.14. Любовь к Господу, славная премудрость, и кому благоволит Он, разделяет ее по своему усмотрению. Новиков Сергей. Да, подготавливайте материал, спешка ни к чему. То есть готовим новый материал, там из книги для Слова Божия нет ус. Он говорит, надо отдельно выбрать, показать по деревне, по лагерю. Вот этим занимаюсь сейчас. Дьяченко и Григорий, отец. Там у меня 4 книги насчитаны. Я начал. Но, вероятнее всего, подготовлю первый тумб. А после приступим к биографии. Но биографию скажу сразу. Скоро не ждите. По крайней мере, за день-два вряд ли получится. Подольше. Я отвечаю. Я могу только помощь оказывать молитвой. Сколько фото вы получили от нас, считая и сканированные документы? К постам примерно, вот это все вчера говорил примерно, на самом деле у нас это у меня все подсчитано. Где-то у меня тут оно есть. Послали. 371 фотографии я ему послал. И здесь не 500, а 551. И 370. 900 фотографий послал. Ну, 900 это... У меня что получается, если это еще? 5% от фотографий. У меня 21 тысяча только выставлено. А материалы буду посылать одним файлом, соединяя их с пробелом большим и красным, выделяя. Это будет как большая фотовыставка. Фото неужатые. И примерно 5% от общего количества фото в архивах. Не спешите нисколько. Медленно делайте. Это будет впечатляющая работа со всеми документами, сканированными. Со статьями из газеты иных средств. Сами смотрите, куда вставить эту почти тысячу фото. Ну, больше 900. Да еще сегодня добавить хочу. Лени Яковщук. Лени Яковщук. Это пятидесятник в Америке. Он из Украины, но там на заработках. И вот как он нашел меня, и вот он все спрашивает. Во сне. Увидел во сне, не знаю меня, не слыша, вообще не знаю. И ему голос сказал или как. И вот его спрашивает. «Поражаюсь вашей премудростью, какой наградил вас наш добрый, всемогущий Бог. Помогите мне в молитве. Господи, помоги ему все сделаем. Хочу отказаться от собственного местомения Я. Оно принадлежит только Богу и Сыну Иисусу Христу. Я только грешник. Высылаю вам фото моих друзей в Америке». Ну, вот сказал фото моих друзей в Америке. Ну, можно показать фото его друзей в Америке. Вот они прислали. Посмотрите, девять человек. Женщины, мужчины. Ну, чисто американские. Вот это уже тут ничего не скажешь. Масштаб. Где у меня тут масштаб-то? Вот, наверное, где. Вот он, я увеличил. Видишь, какие веселые все смотрят. Сильные, здоровые люди, веселые. Он высылает, чтобы я видел. Пожалуйста. Вот мы его видели. Благодарю вас, Леонид Якопчук. Вот это он хотел, чтобы ему тоже видели его. Я только грешник. Но, интересно, для сектантов, еретиков, это вообще неприемлемо. Грешник, да он святой. На груди Иисуса возляжем. Он только на груди Христа. Меньше не согласен. Так. Высылаю вам фото моих друзей в Америке. От руки писал им визитки об Игнатии Лапкине. Благовестники, проповедники, миссионеры, любимец Бога. Вот четыре имена звания дал. Ну, зазомбировал, как говорят попы. Спрашивает, откуда ты узнал его? Отвечаю. Он пришел ко мне по милости Господа для спасения моей души и многих во сне. Аллилуйя Богу, честь и слава Ему вовек. Вот тут недавно один книги получает мои и говорит, я уснул. И знаю, что вставать на молитву надо. Лежу, а вы подошли ко мне. Как? Пнули меня по ноге в подошву-то. Я так и соскочил сразу. Ну, может, так и есть. Вот сегодня я минут 15 первого было встал. Встаем мы в 4.40 и уже я не ложился. А сидя решил подремать. Печку затопил потихоньку. Кошка никогда меня не тревожит. А тут, видимо, я сильно-сильно уже утомленный-то. Ну, на стул сел, на табуретку-то, на стул и к стенке прислонился к печке. А печка топится. Чайник поставил, все как надо. А кошка прыгает ко мне на колени. Я это очень хорошо помню. Ну, что ты лизишь-то? Я ее скорее скинул. Мне надо глаза закрыть, прямо сердце останавливается. Ну, тяжело, мало спал. Проходит маленькое время, она опять ко мне. Теперь я понимаю, закипел чайник. Я ее сбросил, шикнул на нее. Чайник выкипел почти весь. Чуть-чуть на денышке осталось. Летний ход был не закрытый. Больше пол ведра угля улетело в трубу. Виноват. Виноват. Но как Бог делает, даже во сне. Вот думаю, вот кошка вовремя подошла и... Ну, не понимает она, а то попросил прощения. Ну, это я разбудил, не кошка. Когда? Утром сегодня. Да нет, кошка мне два раза прыгала. Два. Ты разбудил, а то я уже спал. Она, мне казалось, запрыгнула ко мне, когда я только глаза закрыл. Когда чайник скипел, я разбудил. Никита, два раза она мне прыгала. А потом ты уже утром разбудил. Когда чайник будет. Так заснул крепко, сидя. Никогда не ложиться уже. Новиков Сергей. Таких идентификаторов у вас, наверное, не менее десятка. То есть я тут один материал хотел показать. Сегодня насчитаем мы. Был суд, суд с Антихристом. Против этих шестерок поднялись христиане, и суд выиграли. И суд отошел очень долго. Вот. ИНН всего лишь один из тех, что на слуху. Вы, к примеру, имеете аккаунты. А по факту точно такие же идентификаторы на Ютубе, Мэйле и других. Там используются такие же числовые индикаторы. Вы их не видите, но по-технически они существуют. И непрерывно используются. Без них невозможна никакая работа в интернете. У вас имеется счет-карточка. Да не один наверняка. Счет. На ней тот же выбит идентификатор. Да помимо его в базах банка имеется другой. Их вы никогда не увидите. Но тем не менее, они есть. ИНН всего лишь усиленно педалируется. А по факту он в ряду один из многих с технической и практической стороны. А они не имеющие никаких принципиальных различий. Вы всего лишь видите вершину айсберга. Я пишу, мы ездили за границу. У нас собака, это ураган был, имела в загривке щип. Руками прощипала. Можно было прощупать. Вся скотина прощипирована в ушах бирки. Ну допустим, возьмем небольшую землю. Ну, пшеница растет. Тысяча гектар. А сколько пшенищинок? О, пшенищинок много. Каждая отдельно, вот только сказали, сейчас будет замаркирована. И даже никто к ней прикасаться не будет. В потоке ее поднимать, будут падать. И успеют зафиксировать. Ее особенности. Двух одинаковых снежинок нет. Вот если везде приборы установить, они будут фиксировать. Вот здесь голубей выпускали, из Кемеров привезли. Больше тысячи километров, наверное. И выпускали до Урала. И они вылетают, домой прилетают. И в леток залетают, и сразу фиксируются. У них колечки маленькие на ногах. Вот и все. Но если похожие одинаковые две пшенищинки, никогда не было. Где-то она повернулась к солнцу. Где-то ее тучка ухватила, это все отразилось. Где-то ее ветер пригнул, это все отразилось на ней. Это мы не знаем только. Вода несет информацию. Теперь. Роман Энов, роликов. Мир вам. На сайте было много книг Ветхого Завета в формате МП. Это не мне, пишет. Три. Которые не скачивались. Я просил их перезалить на Яндекс.Диск. Где они и были в формате МП-3. Евтушенко Сергей. Роману отвечает в роликов. Если вы говорите о сайте Игнатия Тихоновича, то для внесения исправления нужно составить список недостающих файлов, либо ошибок. И выставить Игнатию Тихоновичу. А он, в свою очередь, передаст информацию на администратора. И они исправят ошибки. Он говорит, я так делал. И все, что было мной найдено, какие-то там вот, что-то не хватало, исправили. Ну, а почему так? У нас был другой сервер. С чего ради решили его менять? Поменяли. Ну, и, которые были, все они перетащили. Кое-что дорогой просыпалось. Мешок дырявый был. Рустам. Вот как говорили вы мне здесь, сказать, мне... Там, когда меня ругают, промолчают. Промолчал. Не среагировав, как хотел, на ситуацию правильно, сжимаясь внутри. Ощущение обиды, обделенности. Ест меня изнутри. И дальше давать себя урезать людям. А я пишу им. Это весьма полезно всем. Если прочтете этот материал, то остальные будут вам еще ближе. Покажу им. Сергей Птушенко пишет. У нас был пес, помесь волка. Маленькая доля совсем, одна восьмая. И немецкой овщарки. Так, когда я увидел, как он бедренную кость взрослой коровы хрупкает, больше его не донимал, не играл. Ему руку откусить мою, раз плюнуть. Они тут о зверях что-то разговаривались. Сергей Игнатов. Мир вам, мужи и братья. У кого есть ссылки на труды учителей Христовой Церкви, или вселенских и поместных соборов, по вопросу такой церковной традиции, как массовое маслособорование, прихожан в храме во время поста. Наш священник говорит, что при маслособоровании, маслособорование, где соборование все, там еще и масло добавлено, хотя то и другое масло, прощаются все забытые грехи. Стоит это таинство, индульгенция, недорого, но, однако, стоит, берут деньги. Симония, уже идти нельзя. Роман Фроликов пишет, ужас. Сергей Игнатов. Я так понимаю, что грехи прощаются, но соборовать должны людей, которые сами за себя уже не могут помолиться. У Игнатия Тихоновича примерно то же самое сказано на сайте. И показал. Игнатов. Сергей Игнатов. Хотя сейчас можно всех соборовать даже по таким критериям. Сергей Игнатов. Спасибо, Христос, за ссылку о маслособоровании. Все теперь понятно, а то я переживал, почему второй год не хожу на это церковное мероприятие. Сергей Игнатов. У кого есть серия книг «Открытым оком» в Ворде, разбитая по отдельным книгам? Сергей Игнатов. На сайте они в формате PDF. Сергей. PDF мне не нужны. Анастасия Ривко. У меня только одним файлом. И Тушенко Сергей. У меня тоже. Дальше. Просто кто-то писал здесь, что разбил файл по одной книге. А кто, я не помню. И Тушенко Сергей. Сергею Пупкову. Там указывает, где можно найти. И говорит, это 24 знака. Такие разные и выполняют команды вместе буквы. Потрясающе. Сергей Пупков опять ему говорит. Место показывает. Вот видишь, какой номер. Идентификатор. Вот сколько здесь. Ну, допустим, YouTube, это 3W. Если по одной черточке прочитать. YouTube.com.watch. Это одинаковое. Ну, а дальше вот эта разница пойдет. Сегодня даже счет в банке. И то на 10 цифр. А что такое 10 цифр? 3. Это уже подошло 999. 4 тысяча. 6. Это закончилось тысячами. 10-20 тысяч. Миллион. Так. Получается только что у нас? 9. Дальше миллиард начинается. 12. О, это миллиардов уже пошло. Куда? Докая, если еще больше. Там цифры 2 подставят. Там никогда это нельзя посчитать даже. Степень ему. Это я у них посчитал, что они тут. Канал изучения Библии. И они там остаются как площадка. И начинают разговаривать. Я посмотрю. О, вон еще. Я тоже ночью сегодня напечатал им материал. Якова 5.14 Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров в церкви. И пусть помолится над ним, помазав его илеем во имя Господне. Ну-ка разбудим его. Все здесь прямо. Вот так сидите. На этот стих не нужно никакого толкования. Настолько ясно выражена ситуация. Болен ли кто из вас? Болен. Пусть призовет пресвятеров в церкви. Запятая. И пусть помолится над ним. Запятая. Помазав его илеем во имя Господне. Илеем. Значит, илеем помазания. Не надо тут еще больше добавлять. Собора помазания там. На этот стих не нужно никакого толкования. Настолько ясно выражена ситуация. Первое. Болен. Если болен. Болен ли кто из вас? Болен. А тут лезут все. Здоровые, крепкие, с работы пришли опять на работу. У нас та же история. Стало объяснять. Маленько получше стало. Второе. Притом болен из вас. То есть это член церкви. Христово, а не проходимец. Посторонние боялись приблизиться к невесте Христа. Левит 22.10. Никто посторонний не должен. Число 16.40. В память сынам Израилем. Чтобы никто посторонний. Я не беру там по разным причинам. Есть Пасху, проще. Деяние 5.13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним. А народ прославлял их. Из посторонних никого. Значит, из вас второе нарушение. Не из вас. Третье нарушение. Пусть призовет пресетеров церкви. Слушай внимательно. Не сам пойдет в собрание верных-то. В церковь. В храм. Но призовет. Зовут скорую помощь, когда человек лежит. А так как все идут в поликлинику, они призывают. Так-то. В Америке вызов стоит до 500 долларов. Так слышал. А то может больше. Четвертое. И пусть помолятся над ним. Над ним. Не о нем, а над ним. Тоже толковать нечего. Над ним значит, что болящий, парализованный или пластом лежит. Лежит, а пресвитер склоняется над ним. Сверху его. Павел нигде не говорил молитесь надо мной. Я говорю молитесь обо мне. Обо мне. А над ним, это я вот нахожу такое место одно. Над ним. Только вот эти четыре пункта показывают, что тут все исковеркано ныне. И таинством этого явления не было. Это потом уже подгоняли монахи по цифре 7 или это 12. Как праздники двунадесятые, надуманные. Уже в восьмом веке. А откуда это видно? Доказывать надо? Слушай внимательно. Любой может прослушать евангельские чтения на богородичные праздники. Рождество при святые владыщицы Богородицы. Ведение во храм ее Богородицы. Успение ее Богородицы. События довольно разные. Рождение и смерть. А считается всегда одно место Писания, где женщина воскликнула. Луки 11, 27. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему «Блаженно, чрево носившие тебя и сосы тебя питавшие!» Это только в детской сказке про деревенского дурачка, который кричал на поменках, то, что нужно сказать при пиршестве, наоборот. Его крепко за это лупили, как в притче православном фильме ныне показывают. «Эту дурочки эти-то не примерли, а не учат нас верить глупостям, чтобы мы стали похожими на них. Блаженно, чрево носившие тебя и сосы тебя питавшие!» Вот это главное для чего считают. Это обогородица. Больше ничего у нее нету. Нигде ни о смерти, ни о рождении ее. Ничего нету, ни одного слова. А целые книги пишут. А далее-то ясным языком сказано, что на это восклицание из народных масс Иисус не обратил внимания. Ну, а проверка как бы, что не это главное, это не чрево и не сосы, а то, что каждый должен пережить. 28 стих. А он сказал «Блаженно, слышащее Слово Божие и соблюдающее Его». Одна буква «А», «А» он сказал, указывает, что сказанное до этого есть иное, противоположное тому, что он сказал. Что важнее, что спасительное, ни сосы, ни чрево родившие и кормившие Его, уверовавшие в Него, должны теперь питать других, дать им два соса, если есть они у Него. Ветхие Новые Заветы. Тут тоже нечего толковать. Итак, ходить здоровому и искать прощения забытия грехов, при этом действия, называемым соборованием, не было в практике первых христиан. Грехи прощаются только при крещении и при исповеди, не при причащении даже. 15 стих. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, если он засадел грехи, простятся ему». И дальше пишет «Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Об исцелении этой речи-то дальше идет, 16 стих. Многого может усиленная молитва праведная. «Но когда знают грехи незабытые, и не о забытых грехах-то, не в ведении, в неведении, слухом, брюхом, согрешихом, а одним махом семерых побевахом. Но именно просит о знаемом, чтобы простили тебя, и стал ты праведен». Тут тоже нечего толковать. И из личного. Еще ни разу не был на соборовании. «А кто ходили, они болеют больше моего». Вот и весь сказ. И которые чаще причащаются, это как ума лишаются совершенно. Я знаю, кто настаивали на этом. Они делаются как шатохи, шатаются. У нас даже одна ушла. «Я хочу в среду причаститься, а батюшки нет. Пойдут в патриархию». Ну, пошла, каждый день причащаются. Да нет, конечно. Муж, там, ребенок больной, там не уйдешь, не бросишь. Все это обман. Вот на события прошедшего дня. Целый день я вчера занимался фотографиями. Фотографии у меня, надеюсь, где перегружены. Перебираю, перебираю, там, нахожу что-то новое. Нужны только те, которые я не ужимал. Оригинал в полный рост. Сначала не знал, думал, много места занимает. А это вот ужатый, не ужатый. Ужатый, если занимает один там КБ, то этот больше в 20, в 30 и даже в 40 раз. Ну, вот и считай. Где ж наберешься тут место-то? У нас не плита, а маленькая совсем запись на чем ведется. Ну, и показать наши ресурсы надо. Всегда вот я набрал, вчера только набрал полные, которые, новые фотографии, 551. Вчера, позавчера 371. Это что у нас получается? 922. 922 фотографии. Сегодня тоже добавлю еще сколько-то. Ну, и будет тысяча. Это я все передаю Сергею Новикову. Он занимается составлением ролика там, где фотографии. Это оживить материал. Сегодня придется тоже подготавливать. Водно сбивать про лагерь. И с книги для слова Божия нет уст. И сразу выглядит по-другому. Вот. Но наши ресурсы это легко показать. Это мой мир. Вот она. Пожалуйста. Сказали, перестало у меня с Ютуба, когда я утром переставляю, и в моем мире отображаю. А тут не стало добавить системы. Все сбой. И даже перекачаю на стол, и потом со стола закачиваю, тоже не дает. И сказали, надо перейти в Хром, там почистить, там кэши все эти. Ну и правду почистили, убрали, и вот сегодня ночью ставлю 10. У меня каждый день по 10 роликов. Если что-то срочно, я днем добавляю, бывает 10, 11, 13, там, ну сколько если, 3 поставлю ролика к этим. И сейчас все перезаписалось, все как надо. Второе, это у нас, вот, православный форум, очень богатый, богатый. Ну, в среднем 250, там, 300. Вот, что-то меня вышибло с него. Везде меня вышибло. Это надо заходить. А, вон оно что. Вышибло. О-о-о-о. Вот это да. Теперь, чтобы вчера было 380. 380, это больше, почему больше, не знаю. И наш видеоканал. Вот он. Вот на сегодняшний день, у нас сегодня 27 декабря 2012 года, у нас на нем 9 972 подписчика. То есть, вот-вот будет 10 тысяч. Ну, за неделю он уже наберется. Так, ровно идет. И просмотров 9 951 124. То есть, 10 миллионов будет тоже в этой неделе через две. Пока говорил, кто-то что-то в отзыве делает. Так, кто-то зашел. Сергей Счастник. Добавил комментарий. Умница. Приятно слушать грамотную, образную речь. Настоящего русского человека. Здоровье ему. О ком еще непонятно. Какой расчет за работу бульдозериста. О Роспотребнадзоре, их мстительности и злопомнении. О, где же это иду-то? Сейчас посмотреть надо. А, это около Глушковых я шел. А ты сколько грязи было. Теперь все это засыпали. И тут поднять пришлось. Это все за свой счет. Вот. Теперь тут может весной и не размыть. Ну, не знаю. Где-то мы были. Они приехали за расчетом. Бульдозерист работал. И дорого все. За каждый час полторы тысячи. Ну, а что сделаешь? Выбора-то никакого нету другого. Ну, посмотри, что натворил, что натворит еще больше. Еще еще взять. Ну, еще денежку хотели взять, а то... Ну, давай. Тут налоги надо сейчас... Пойти не сможете. Взял все. Кроме того, самый большой труд остался. Я сегодня даже не знал. Дожди туда пошли. У него пошло хорошо. Пошло там хорошо? Пошел хорошо. Ну, дождь пошел. Вылез и пошел домой. Не тонуло ничего. Ну, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Давайте мы сейчас с вами здесь... Так, вы сразу отнимайте за солянку там все. Значит, на бумажке вот вам. Считайте. Так. Работа бульдозера в поселке Потеряевка. Волков Владимир Иванович. 4 августа, 16.12. 11,5 часов рабочих. Это только уже за учетом обеда все. 5 августа, 11,5. Так, 6.8. Тут у меня не ладилось сейчас. Это осень такая-то. Дальше. 7 воскресенье, 8-9,5. И сегодня он сейчас работал, но туда-сюда сейчас еще. Это по закону. И что получается расчет? 42,5 часа. Вот это вот рабочие. За 42 умножить на полтора 60,3,750. Шаран заплатил 9,540. За солярку? За солярку и масло. За солярку и масло. Я сейчас дам документу. Нет, 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 нет. Это то дело. Знаете, да можно подольше говорить, если в счет точнее. Дороже. Вот он все написал. Вот видите как. Вот приехал человек, и мы все заснимаем, снимаем. И никаких недоразумений нет. Все открыто. Деньги тут приехал, Андрей свиней покупал. Ну еще, я первый раз видел, как свиней перетаскивают туда. Деньги стал рассчитывать, уперся мужик. Ну что, нельзя это. Вроде его узнают, где-то кто-то его встретит. Ну как купца, убьют. Глупости, никто никого не убил. Так это придумывают. С кем-то разговаривал, спрашивал, вы не против, что записывается в интернет? Нет. Проходит маленькое время, заходит. Я хотел попросить вас, уберите мой ролик, а то мне это на работе мешает. А кто узнал? Никто. Ну это мне, видите, для карьерного роста. Да что, вас не могут сделать президентом из-за этого? Нет. Ну выдумка. Пристает и пристает. Ну я не убираю, все, заглова больше нет. Притом ни один человек так. Но уже больше с ним разговоры я никогда не буду вести. Во-первых, он нарушил слово, да и даже не давал бы, и так понятно. Ну и у нас тут во свете Библии православный библейский сайт. Очень большой. Вот здесь книга для Слова Божия нет. Уз. Вот я сейчас ее только ткнул. Вот ткнул, и она сразу открывает оглавление. Вот оглавление. Вот, например, что-то характеристики или еще такое. Считаешь и, ну вот, я дальше прохожу деревню, а теперь кто? Так, так, потеряю-ка. Еще. Придите поклонимся. Меж колосьев и звезд. Вот я сейчас только вот его нажму на нее. Только нажал, вот она открылась. Теперь пошло. Это очень интересно. Про лагерь. Большие статьи, газетная книга из одних документов. Вот сейчас как раз Сергей Новиков будет этим заниматься. Ну, поскольку так можно в стране по 100-150 делать, чтобы... Можно и фотографий много, много. Около тысячи дал ему. И документы свои все отсканировал, ему послал документы. И паспорта, и чего только нет. Все зарегистрировал здесь. Заснял, ему послал. Вот показываю, где. И вот сейчас, вот, маленько не туда. Надо узнать какие-то вопросы до государства. Вопросов осталось у меня неиспользованных. Еще три. Я беру один вопрос, вытаскиваю, уже подготовил. Вопрос 1152. Третий том «Открытым оком». «Открытым оком» — это мои книги называются. Скоро будут выборы президента. Что за этим последует? Лучше или хуже будет жизнь? Вот, видите, вопрос. Это мне задавали вопрос, ну, допустим, лет 15 назад. И как будто сегодня, на 2018 год, намечены выборы президента. К слову сказать, в 2018 году потеряевки будет, как она в списках земельного удела появилась. Это я наш... мне помог один кандидат наук. Достали. Будет ровно 200 лет. 200. Солидный срок. Так, ответ. Первого царя в Израиле народ буквально вырвал. Книга «Сарс» не умалчает о том, чем было вызвано такое страстное желание народа иметь в царях, как у своих соседей. Первое царство, 8.33-22. «Но сыновья его не ходили путями его, и уклонились в корысть, и брали подарки, и судили превратно». Сыновья пророка. И собрали все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в раму, и сказали ему, «Вот ты и составился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово себе Самуилу, когда они сказали, «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. «И сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, а не отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта и до сего дня? Оставляли меня и служили иным богам. Так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуилу все слова Господа народу, просящему его царя, и сказал, «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Первое, это сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим и сделает всадниками своими. И будут они бегать перед колесницами его и поставят их у себя тысячи начальниками и пятидесяти начальниками, и чтобы они возделали поля его и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим, а от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим и слугам своим и рабам вашим, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, то есть комиссию пройдут военком годные, и отслову ваших, то есть машины хорошие, возьмет и употребит на свои дела, от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами, и восстинайте тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отмечать вам тогда. Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить перед нами, и вести войны наши. И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса их и поставим царя. И сказал Самуил из ретяна, пойдите каждый в свой удел. Порок Самуил говорит о жестокой власти царя, о лишениях, какие будут терпеть народы от него, о налогах. Но народ, как загипнотизированный, повторяет одно и то же, дай царя. Самуил пытается достучаться до этих крикунов, то есть через их веру, что до сегодняшнего дня он правил имя от имени Бога, и отвергая его, они отвергают самого Бога ему, руководства, но они ничего не слышат. Дай царя! Далее в истории израильского государства не раз будут выборы, референдумы. Но сейчас Бог сам избирает им по их сердцу. И мы знаем ужасный конец всей этой истории. Надо согласиться с тем, что Бог дает, и никогда не выпрашивать даже того, о чем известно, что он воистину богобоязненный христианин. Ибо кто знает, что у него, этого человека, внутри. И когда власть попадет к нему в руки, каким он вдруг окажется, он будет, может быть, делать то, о чем вы не думаете. Тем более, когда избирают люди разных национальностей, разных исповеданий, разных политических ориентаций. И каждый кандидат на президентскую корону должен всех ублажать, расположить к себе всех, вызвать доверие всех. И в дальнейшем как-то оправдать это, если думает быть переизбранным. Здесь уже не до твердых убеждений. Так же президенты отвечают, я верю в человека. И сколько бы людей не обманывали царя, цари, генеральные секретари и президенты, сколько бы не пытались сделать добра для народа, такие как Борис Годунов, но в памяти народной, в почтении, достигшем уровня канонизации, будут только тираны, такие как Иван Грозный, Петр Первый, Ленин и Сталин. Кто сегодня хорошо помнит Маленкова Георгия Максимилиановича? А ведь при нём только и вздохнули колхозники-то, но ненадолго его тут же сожрал Хрущёв, полумный бракобес и клоун. Поэтому и сегодняшние президентские выборы – это не наша забота. быть может именно о нём, судя по нашим грехам, Бог скажет, дал бы вам хуже, да не нашлось во всей стране достойного кандидата на эту должность. Ну это там молился один Фома, вот такого царя-то дал, переворот сделал и расстрелял этого бывшего хорошего царя Маврикия, а воцарился полковник Фока. И главного царя захватил жёны, дочерей, всех расстрелил, ну как Кленин, вот такой же упырь. «Нужно за всё благодарить Бога и молиться за правителей» 2 Тимофея 2.2 «За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благосчастии и чистоте». Слово «мятеж» означает смута, революция, безмятежие, да это не беспечно, да избавит нас от неё Бог. А как будет лучше или хуже, всё зависит от каждого из нас. Нужно научиться довольствоваться тем, что есть, и хорошо трудиться, и не воровать. 1 Тимофея 6.6 «Всякое приобретение, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. За всё благодарить, ибо такова воля Божия во Христе Иисусе» 1 Фессалоникийцам 3.18 «На части развалился наш союз, единый, нерушимый, что навеки. Вокруг себя соединила Русь, как в гимны пела с флагами на древке. Вожди слепые сборища слепых столкнули в пропасть, как бизонов стада. Но Бог спасает в пору, кого надо, и превращает грешников в святых. Открылись двери для живого слова, открылись шлюзы, потекла вода. Истина пробилась к душам снова, так, как не пробивалась никогда. «Надолго ли? От нас сокрыты сроки, но не сокрыты прошлого уроки». Вера Харсовикторовна Кушнир Ну вот на этом на сегодня всё. С Богом!